Привет всем! Сегодня у нас на тесте 10,1-дюймовый 3G-планшет Blaze от набирающего популярность динамичного бренда Pixus. Симпатичный внешне, с мощной аппаратной начинкой и богатым комплектом поставки, он просто не мог не привлечь наше внимание, и мы сняли для вас его подробный видеообзор. Уже только за комплектацию производителю можно поставить большой плюс. Помимо планшета, привычных нам адаптера питания, кабеля microUSB-USB, инструкции и гарантии, в распоряжении пользователя удобные вакуумные наушники с микрофоном и комплектом сменных амбушюр, салфетка для протирки экрана, смарт-чехол и кабель USB OTG. Так что и так внушительные 32 гигабайта встроенной памяти планшета можно расширить не только microSD-картами объемом до 64 гигабайт, но и подключив к нему внешний USB-накопитель. Соответствующий порт предусмотрен на верхнем торце по соседству с лотками под мини-сим-карту и карту памяти, закрывающимися общей заглушкой. Остальные разъемы и элементы управления вынесены на правый торец, 3,5-мм аудиовыход, кнопки регулировки громкости, клавиши питания и вывод микрофона. Вам не послышалось, тестируемый PIXUS Blaze действительно поддерживает голосовую видеосвязь, в том числе без гарнитуры, причем всех актуальных стандартов сотовой связи. При разговоре собеседников было слышно хорошо. Для видеоконференции используется 2-мегапиксельная фронтальная камера. Перед вами примеры фотографий. Помимо нее на передней панели планшета внимание заслуживает, конечно же, дисплей. Тестируемая модель оснащена 10,1-дюймовым экраном. Диагональ, которая, как по мне, является оптимальной для планшета, так как позволяет комфортно читать книги, работать с документами, а также смотреть современные фильмы без черных полос сверху и снизу. Разрешение дисплея 1920 на 1200 точек, плотность пикселей на день 224, что само по себе достаточно неплохо, так как отдельные точки можно рассмотреть, если поднести гаджет вплотную к глазам. Экран выполнен по IPS-технологии. Картинка на нем выглядит сочно и ярко, причем независимо от того, под каким углом на нее смотреть. Яркость подсветки регулируется и вручную, и автоматически. Много других параметров отображения, в том числе резкость и цветовую температуру, можно настроить самостоятельно в пользовательском режиме опции Miravision. Сенсорная подложка экрана распознает до 10 одновременных нажатий и отличается хорошей чувствительностью. Скольжение пальцев по защитному закаленному стеклу приятное. Таким образом, для меня в ходе тестирования главным недостатком экрана стала его маркость. Впрочем, благодаря салфетке из комплекта поставки эта проблема оказалась не такой острой. Отпечатки пальцев с панели с ее помощью легко устраняются. Сенсорные кнопки управления здесь экранные. По желанию пользователя они могут быть статичными или открываться свайпом вверх. Если передние панели планшета прочности придает закаленное стекло, обрамленная рамкой из черного глянцевого пластика, то его тыльная часть и три из четырех боковушек защищены цельным куском металла, сполированный гранью. Такое сочетание материалов выглядит и привлекательно, и дорого. Корпус неразборной, все элементы подогнаны плотно, никаких зазоров и щелей нет. Кнопки управления имеют упругий ход, выступают на достаточную высоту, потому легко находятся даже вслепую. В руках планшет практически не скользит, и материал в его тыльной части не склонен к сбору отпечатков пальцев. Тем не менее, от чехла из комплекта поставки я бы не рекомендовала отказываться. Во-первых, так его можно без страха носить в сумке с другими предметами, в том числе режущими колющими. Во-вторых, аксессуар отлично выполняет роль подставки, с ним удобно смотреть фильмы и серфить. Да и выглядит он дорого. Аппаратная начинка модели, состоящая из восьмиядерного процессора и 2 гигабайт оперативной памяти, без каких-либо проблем воспроизводит как HD, так и Full HD видео. Позволяет работать в многозадачном режиме и запускать практически все современные 3D игры, причем с максимальными настройками графики. В режиме игры или просмотра HD видео онлайн на средней яркости подсветки экрана планшет с аккумулятором на 8000 мАч живет непривычно долго – около 11 часов. Есть стандартный андроидный режим энергосбережения. Звук модели выводится на два стереодинамика. Запас громкости большой, музыку хорошо слышно из соседних комнат. Помимо того, что звучание очень громкое, оно насыщенное и чистое даже на максимуме звука. Предусмотрены программные улучшалки и встроенный музыкальный плеер с эквалайзером. Подключив наушники, можно слушать радио. Помимо двух прорезей динамиков на тыльной панели планшета находится объектив 8-мегапиксельной камеры со светодиодной вспышкой. Фотомодуль записывает видео в максимальном разрешении Full HD. Имеет автофокус и множество режимов и настроек фото- и видеосъемки, например, HDR, режимы панорама, живое фото, отслеживание движения, красивое лицо, многоугольный обзор, обнаружение лиц, улыбка и даже шумоподавление и электронную стабилизацию изображения при записи роликов. Примеры сделанных фотографий вы видите перед собой. Возможности камеры действительно лучше, чем у большинства конкурентов в ценовом сегменте, однако при плохом освещении качество съемки теряется. Замечу, что фотомодуль обустроен на небольшой пластиковой вставке, которая в отличие от остальной металлической части корпуса планшета, окрашена не в темно-синий, а в серый цвет. На металлической задней панели она необходима для нормальной работы установленных здесь модулей беспроводной связи. В качестве программной платформы устройство использует практически чистый Android 5.1. Среди предустановленных программ преобладают сервисы Google. Есть также приложение для звонков и SMS. Поддержка стандарта беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast. Так что тестируемый Pixos Blaze стоимостью 262 доллара показал себя в работе универсальным солдатом. За счет большого качественного экрана и мощных динамиков на планшете приятно смотреть фильмы, играть, читать и серфить в сети. А благодаря поддержке 3G при необходимости еще и всегда можно осуществить звонок или посидеть в социальной сети через мобильный интернет. При этом показатели автономности позволяют не думать о поиске розетки сутки, а то и более, а производительности хватает для большинства задач. Возможности фотомодулей не идеальны, но даже их для 10,1 дюймового планшета, как по мне, вполне хватает.